А мы продолжаем беседы из цикла «Кабинет психолога». И сегодня мы рассмотрим тему, с кем обсудить свои проблемы и когда необходимо вмешательство специалистов. В какой момент важно понять и признаться себе, что пора обратиться за помощью. Об этом и многом другом расскажет частно практикующий психолог Калашникова Юлия Сергеевна. Здравствуйте, зрители! Сегодня мы с вами поговорим на такие необычные темы, какими можно как раз обращаться к психологу. Потому что иногда можно справиться дома, а иногда все-таки понадобится специалист, который поможет узнать, что происходит. Первую ситуацию, которую мы разберем, это сложности с контролем собственных эмоций. Вроде бы здесь что такого? Иногда мы бываем плаксивами, иногда мы можем злиться, иногда мы можем раздражаться. И бывают сложности у некоторых людей, которые не могут, например, сдерживать эмоции какие-то. И вот в этой ситуации как раз может быть и понадобится психолог. Почему? Потому что эмоции вообще-то нам нужны. Это наша энергия, которая может дать многое для жизни. Но иногда бывает, что эта энергия бывает положительная, а иногда даже мертвая. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, даже злость иногда говорят, ой, это плохо, ее надо сдерживать. На самом деле злость у нас присутствует везде. Без злости мы ничего не добьемся. Даже элементарно. Вот вы, например, что-то захотели покушать, стали, пошли в холодильник. Здесь тоже нужна энергия злости, потому что нужно встать и действовать, идти что-то добиваться. Если брать по поводу говорить мертвой, что значит мертвая? Это может быть ситуация, когда вы не осознаете, что с вами происходит. Вы, например, грустите, а потом в этот момент вас кто-то отвлек, и вы пошли заниматься, уже радуетесь и все. Если вы раздражаетесь, вам говорят, например, ниндзя, злиться, вы опять все это оставляете, и в итоге вы внутри это все подавляете. Следующая проблема – это проблема общения с людьми. Что сюда входит? Это неуверенность в себе, страх перед собеседованием, страх перед экзаменами, если это брать, например, подростков и вообще любых детей, которые сдают какие-то экзамены. Страх перед отношениями какими-то, возможность поговорить с кем-то, завязать какие-то разговоры. Иногда бывают сюда же проблемы общения, это же конфликты могут быть с людьми. Что происходит? Мы вообще живем все в социуме, мы общаемся, и вообще человек вроде бы в социуме принят, когда он может везде все узнать, может везде все спросить, может себя предъявить, но не все это могут сделать, в связи с чем это связано. Вообще-то у нас присутствует страх. Страх, он может быть у нас навеян из детства, что мы можем, например, бояться принять решение из-за того, что мы боимся, а вдруг нас отвергнут. Что люди делают в конфликте? Три способа таких животного инстинкта, когда мы там убегаем, если что-то не получается, или мы можем становиться в ступор, ничего не понимать, это такое называется животный инстинкт, когда как будто бы жучок умер. Или, например, мы нападаем. Вот есть некоторые люди в связи со своими каких-то чувствами, переживаниями, эмоциями, они могут или нападать, или сбегать, или могут вообще в ступор находиться. И вот здесь как раз человеку может понадобиться психолог, когда он не понимает, но это как-то влияет на его рабочие моменты, когда ребенок не может реально ходить на экзамен, ему сложно, ему страшно, он очень нервничает, он плачет. Тогда вот можно обратиться к психологу, и психолог расскажет, как делать, как себя вести, как научиться каким-то техникам самообладания. Из-за того, что человек сливается и теряет свое истинное «я», у него падает самооценка, потому что он забывает вообще про себя, чего он хочет, чего он желает. А конфликты могут привести в кабинет психолога? Конечно. Если, например, это конфликты, связанные с супружескими, да, здесь именно не только конфликт между супругами, но даже еще можно к психологу обратиться, если начинается в процессе что-то происходить с детьми. Вот. Что еще главное происходит в семье, в парах, почему можно задуматься, да, что супружеский конфликт? Когда много критики, когда вы начинаете понимать, что вы соперничаете. Иногда соперничество – это хорошо, да, там можно, а иногда бывает оно усугубляет, потому что приносит много злости, да. Когда вы понимаете, что вы уже не разговариваете с друг другом, ну, уже нет никакого диалога. Иногда бывает ревность, необоснованная вообще, просто человеку кажется, что вот что-то там такое кто-то скрывает. Когда нет увлечений, например, совместных. Почему-то до этого были, а они потом куда-то исчезли, и нет совместного времяпрепровождения. Вот здесь как раз и нужно обращаться к психологу. А вот такой момент, как навязчивые мысли и состояние. А бывает порой не можешь уснуть, ворочаешься сбоку на бок, думаешь об ошибках прожитого дня, о каких-то промахах, неудачах, с кем-то ты поговорил неправильно, кто-то обидел тебя, и ты уснуть не можешь. Вот такие вот состояния могут привести в кабинет психолога? Иногда да. Ну, посмотрите, мы все тревожные люди, да, периодически мы тревожимся и беспокоимся за какие-то там поставленные цели, которые не произошли. Вот мы в конце дня, например, ложась спать, отвлекаясь от всех моментов, у нас начинают вот как бы приходить разные мысли, а что я успел сделать, а что я не успел. Это норма, это нормально, да, когда человек подводит определенные итоги. Но иногда бывает правда, тревога зашкаливает, когда вы начинаете вспоминать, например, одну мысль, потом она накрывается, вторая мысль, я не успел, третья мысль, четвертая, и пошло-поехало. И в итоге спать уже не могу, и весь тревожусь, и бегу. И вообще вы желательно бы завершите на самом деле каким-то положительным. А что все-таки получилось? Чтобы мы не оставались во время сна именно в отрицательных чувствах, да, а все-таки в положительном. А это у меня получилось. Даже если что-то не получается, есть что-то, что хорошо есть. Да, вот как будто перестроят свою мыслительную деятельность на положительный акцент. Вот, например, осень у нас часто накрывает такой момент, как депрессия. Вот непонятно, откуда-то взявшаяся, мы это все списываем на явление природы, осеннее такое увядание, вроде как уже и полярная ночь наступает. А вот это является звоночком к тому, что надо идти к психологу. Ну, если вообще рассматривать само слово депрессия, да, вообще это состояние психического расстройства, которое негативно влияет на то, что человек чувствует, например, думает и действует, да. Если брать саму депрессию, как вы вот объяснили, да, некоторые так называют, то тоже бывает норма. Ну, что, световой день у нас заканчивается, организму не хватает солнечных лучей, да, получается в каких-то моментах апатия наступает, да. Ничего страшного, здесь же можно подбодрить себя, да, там, приготовить что-то для себя вкусненькое, там, сходить обязательно в эти периоды заниматься спортом, да, чтобы получились другие гормоны, да. Больше находиться на свежем воздухе, да. Световой день можно себе увеличить, как там, света побольше в доме делать, добавлять какие-то акценты яркие, да, моменты. Но если здесь в какой-то момент вы ощущаете, что вы начинаете терять смысл жизни, что у вас постоянно мысли какие-то, вот у меня что-то не получается, ничего не хочу, мне лень, мне тяжело себе там поднять, да, и там сон нарушается. Вот в эти моменты как раз и можно было бы обратиться к психологу, чтобы понять. Есть еще один момент, с которым можно обратиться к психологу, это психосоматическое расстройство. Наверное, неоднократно вы слышали это слово, да, если говорить, что такое психосоматика, это реакция организма на переживания, которые кроются именно психологически к причинам. Что можно туда отнести? Например, без причины какие-то проявления боли, да. Вы можете даже, например, обследоваться, но вам врач может сказать, что все хорошо, анализы хорошие, сердце у вас работает нормально, желудок у вас хороший, анализы тоже все замечательные. Но вы все равно чувствуете боль в голове, вы чувствуете боль в желудке, вы чувствуете сильное сердцебиение, например, да. Иногда так даже врачи говорят, у вас все хорошо, все замечательно, это у вас психосоматическое расстройство, это вам как психолог, например. Да, если брать вообще психосоматику, очень часто, например, говорят, что гастриты, язвы, это тоже относится к психосоматике, да. Что здесь происходит? Человек очень часто подавляет свои эмоции, особенно чувство злости. И что получается? Организм как будто бы транслирует, что раз ты наружу это не вносишь, то тогда давай делай что-то с собой. Человек очень много думает о чем-то, у него проблемы какие-то на работе, начинаются головные боли, да, из-за этого. Он очень сильно переживает, но не думает, что это связано с переживаниями именно какими-то вот там с работой или еще с чем-нибудь. Получается, голова болит, как говорят, заболел голову себе чем-то. Вот здесь нужно тоже прояснить, а что происходит? Есть, правда, моменты, когда нужно сделать все-таки акцент, да, когда вы понимаете, что у меня плохое настроение, да, вы не понимаете, с чем это связано. Вообще-то лучше обратиться к врачу, чтобы сдать анализы, потому что, может быть, у вас проблемы с щитовидной железой и как раз здесь гормоны именно связаны, да, и это никак не связано с психосоматическим каким-то расстройством, да. По этой причине лучше, на самом деле, первым делом идти к врачу, посмотреть. Если все хорошо, если анализы все в порядке, то тогда идем к психологу. Уже здесь. Так как же стоит подготовиться к встрече с психологом? Ну, в первую очередь, человек вообще-то должен осознать, что ему нужна помощь. Что друзья уже ему, например, не помогают, да, он ходит и там что-то им пытается сказать. Самостоятельно уже пробовал какие-то принять решения, и это тоже не помогает. Все, что происходило, так же повторяется, да. Тогда перед тем, как прийти к психологу, желательно, конечно, сформулировать проблему, да, с чем будет запрос у клиента. Вот. Но иногда бывает, что даже люди приходят и не могут. У них так много всего происходит в жизни, что они не могут сделать акцент на чем-то конкретно. Ничего страшного, если придет к психологу. У психолога как раз есть задача, чтобы выяснить и прояснить, а что происходит, а с чем это связано, да. И тогда психолог будет говорить некоторые вопросы, задавать, да, и человек будет отвечать. Самое важное, перед тем, как приходите к психологу, не употреблять никаких психотропных веществ, да, не употреблять алкоголь, например, да, чтобы сознание было ясное, и можно было как-то выразить свои чувства, эмоции и вообще прояснить ситуацию. Вот. Еще один момент. Иногда к психологу приходят и говорят, что вот решите мне заведенную консультацию, да. Есть разные формы работы, да. Есть консультативные моменты, которые можно решить, может быть, даже за одну встречу. Иногда этого не хватает, да, и нужно долгосрочное, потому что проблемы бывают не сиюминутные, а они где-то заложены очень давно, и их нужно найти и посмотреть, как это происходит. Важно, чтобы вы искренне говорили психологу, что реально с вами происходит. Когда вы приходите к врачу, вы же объясняете и рассказываете, что у вас болит, да, вы там не стесняетесь. Даже если будет стеснение, чем больше вы все-таки расскажете психологу, что с вами, тем легче ему будет понять, да, и помочь вам. И стесняться – это хорошо. Юля, подскажите, в какие центры можно обратиться за психологической помощью и поддержкой в трудной ситуации? Может быть, какие-то центры есть в Мурманске, в Манчегорске. Что конкретно вы можете порекомендовать? Ну, если брать, например, город Мурманск, да, можно обратиться в Центр психологической помощи молодежи. Там помогут и родителям, и детям. Другой центр – это психологический центр «Здесь и теперь». Там ведутся различные группы для детей, для родителей. Там есть обучающиеся группы, поэтому можно туда тоже обратиться. Есть Мурманский центр, называется «Себе навстречу». Тоже замечательный центр, где очень много различных психологов. Найдется, мне кажется, для каждого человека свой личный психолог, который поможет справиться с его проблемой. Если брать наши центры, Манчегорские, то можно обратиться в отделение помощи семье и детям. Также можно обратиться в Центр доверия. Это Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который находится у нас здесь, да, и там работают и с маленькими детьми, и постарше, и с родителями также.